Ренессанс, который грузинская литература пережила в самое поганое время, в 10-е и 20-е годы, во время великих катаклизмов, он имел два этапа. Готовили его такие люди, как Пшавелла, как Чувчавадзе. А настоящий расцвет грузинской лирики – это, конечно, Галактион, я думаю, крупнейший европейский лирик своего времени. И я несколько своих переводов из него буду считать, потому что, по-моему, Галактион переводит неправильно. Его переводила хорошо только Ахмадулина, которая каким-то образом могла вести себя не алкогольным, другим, каким-то образом могла вести себя в такой же делирии, вот в тот же градус лирического восторга. Тициан – довольно серьезный поэт, хотя очень сильно отличающийся от родственника. Само собой, я очень люблю Ешвили, Ешвили 20-х годов, не 30-х, но так сложилось. Очень люблю Валериан Гаприндашвили, очень люблю, естественно, Хоту Берулаву. Но, опять-таки, не идейные его стихи, не то, чтобы печаталась наиболее активно. Ну и, конечно, Абашидзе замечательный автор, хотя сильно испорченный долгим цензурным засилием. Эти два этапа грузинского романтизма, они продиктованы, с одной стороны, обращением к корням, которые, в общем, для романтизма нормальны, а с другой, смотрите, какая вещь интересная получилась. Грузия – это такой остров европейского авангардизма в советской лирике. В Грузии в 20-е и 30-е годы существовал такой оазис, я не скажу творческой свободы, но особого сакрального отношения к литературе. Поэтому сюда ездил Пастернак, поэтому Есенин называл это нашим парнасом, поэтому для Мандельштама, наверное, это было последним счастьем в его жизни. Ну и Армения тоже, конечно. Поэтому вот посмотреть генезис и развитие этой божественной лирики, божественной совершенно. А не зря Пастернак говорил, что змеиед – это божественно по силе и красоте. Действительно, Пшавелла – это абсолютно великий поэт, лучший эпический поэт в его времени. Его можно сравнить, ну, только, я не знаю, с Декастером. Это какое-то явление совершенно средневековое, которое вот действительно дожило каким-то чудом до 19-го столетия. Я в России довольно долго зарабатывал начитыванием аудиокниг, потому что у меня возможностей печататься и писать было все меньше. Там закрывались мои издания, и любимый мой заработок – это начитывание книг. А грузинская диаспора в Москве очень заботится об этом. И не скажу спонсирует, но подсказывает какие-то книги, которые… И вот, когда я начитывал Пшавеллу, когда я начитывал большую книжку Галактионова издательства «Ардис», это было, знаете, вот действительно, как будто очень хорошо напиться в очень приятной компании. Это было для меня большим источником силы. Мне помогает тесть. Тесть вполне себе знаток языка. И я, ну, понимаете, тут произношение у меня очень плохое. Язык трудный, согласных много, язык сопротивления. Но в его переводах, довольно экспрессивных, мне многое становится понятнее. Он берет книгу, он берет книгу, и мне начитывает грубо, с ошибками, если это не с ошибками, а с такими, знаете, стилистическими корявостями. Но он умеет передавать ритм. Ведь вы же знаете, да, что грузинские стихотворные размеры русским не тождественны. Шаире невозможно сделать по-русски. По-моему, нет русского поэта, который не переводил бы Мирани. Я даже за это не берусь, потому что, вот, скажем, попытка Максима Амелина создать экоритмический перевод, ну, она просто привела к тому, что это не Грузия и не Россия. Это что-то совершенно непонятное. А Мирани, вы знаете, да, Мирани перевести невозможно. Почему? Потому что этому стихотворению в оригинале присуще невероятное, очень такое Николозовское сочетание. Николоз Браташвили же очень странный человек, очень необычный. Такой действительно Лермонтов. Он, с одной стороны, это очень мрачные стихи. Мрачные по колориту, мрачные по мысли, и ясно, что этот конь его несет в смерть. Но с другой, такая страшная энергия им присуща. Понимаете, это больше всего похоже на грузинский пейзаж с териком, который, по справедливому выражению Бродского, ищет третий берег. Неугомонный терик там ищет третий берег. Это какой-то огромный, страшный, дымящийся, роющийся поток, который роется в очень мрачных скалах. Но при этом он несет безумную энергию. Это вот отчаяние декларируется с той силой, с которой обычно переживается счастье. Вот в этом, собственно, весь Николоз. И, кстати говоря, его очень хорошо перевел Пастернак. Одну вещь, Епселянин, когда она пела по этому моменту фортепиано, струны рояля сопровождали на перерыв, песни печальные, тайные, хрустальные, речи татик. Вот здесь парит мощнее, это похоже. Но вот это ощущение счастья через отчаяние, кроме Браташвили, этого не делал никто. И поэтому мирание я даже не пытаюсь переводить. А вот Тициан, и в особенности Галакчен, мне кажется, это то, что я мог бы делать. А у Тициана есть замечательное стихотворение «Мы ждем Орфея». Вот, мне кажется, я мог бы его правильно перевести. Мне кажется, мой перевод правильный. Потому что его переводили всегда как советские стихи, что вот пришла советская власть, мы дождались Орфея. Это не так. Это, ну, это я вам сейчас всю лекцию буду перескать, но это грузинская мечта культурной утопии. Ведь в Грузии никогда не верили в социализм. Грузии верили в то, ну, помните, как сказал Перасмане, давайте все хорошие художники соберутся, построят дом, они будут там жить, рисовать, и мы будем жить дружеской коммуной. Вот это такая мечта о стране художников, об утопиях, вот такое антиплатоновское государство. В платоновском государстве поэтам нет места, а в государстве Перасмане все решают поэты. И вот эта культурная утопия мне близка, тем более, что здесь живут мои лучшие друзья-литераторы. Здесь живет Лаша Бугадзе, который я так люблю, здесь живет Шатай Аташвили, с которым я могу всегда поговорить. Это мечта о том, чтобы судьбы мира решали мы. Гумилев же говорил, если мы из всех словосочетаний умеем выбрать самое благосучное, уж как-нибудь мы с экономикой разберемся. Когда у вас грузинский тесть, вы женились на такой грузинской принцессе, которую вы растили как принцессу, и у вас 30 лет разницы, то у вас нет уверенности, что знакомство благополучно для вас закончится. Понимаете, ведь это наша первая встреча была действительно довольно, так сказать, ну, трудной для обеих сторон. Катька сказала им, что выходит замуж. Он пришел в костюме, весь такой безупречный. И тут я, значит, в шортах и сандалиях, и в жилете обычном, вот такая, знаете, журналистская такая разгрузка. Вот, и я не знал ни как себя вести, ни о чем говорить, а пить, не пить, ну, не будешь пить, ты не джигит, напьешься, ты совсем не джигит. Но со временем, особенно когда внук, появился, со временем они как-то, в общем, ну, смирились. Я бы, честно говоря, будучи сейчас уже не очень молодым отцом, при виде такого зятя, я, конечно, бы вряд ли удержался от проклятия, но, слава богу, обошлось. Он, безусловно, и носитель грузинской ментальности в одном. Для него занятия литературы абсолютно сакральные. То есть, когда он мою книжку из стихов прочел, он все-таки понял, что я не безнадежен. Понимаете, вот в большинстве стран перспективным считается тот зять, который зарабатывает, а в Грузии тот, который пишет, потому что он имеет с небесами непосредственный контакт. И, уверяю вас, грузинский взгляд на это дело более справедлив. Сказал я Силиане, что никто не нанес Грузии большего вреда, чем грузинский комедиограф. Потому что, или, как замечательно говорит Резоги Денишвили, для того, чтобы грузину любили в России, он должен себя немного позиционировать как идиот. Но если говорить серьезно, то, во всем случае, российской интеллигенции, вот эта любопытная штука, всегда была ближе не литературной, а кинематографической Грузии. Это связано с тем, что, во-первых, все-таки трудный язык и очень малопереводимый. Эти стихи переделать на русский лад практически невозможно. Но в целом лексика трудная, синтаксис трудный, надо это понимать. Кстати говоря, синтаксис Галактиона с этими цепочками определений прилагательных, тогда он сказал, что жизнь поэта текущая, ползущая и летящая. Абсолютно точное определение, потому что она приспособленческая, она полна ползанья, но временами в ней появляется полет. И вот это то, что мне Акульджан объяснял, почему нельзя переводить Галактиона. Потому что это вся поэзия, она ветвится как куст, это не передача. Но грузинский киноязык, он гораздо понятнее русскому глазу. И тут вот любопытная, понимаете, штука. Ведь грузинский кинематограф, он в принципе враждебен духу комедии. Начиная с раннего Калатазишвили, это совсем не легкая и совсем не комическая волна в русском кино. Это трагический экзистенциальный кинематограф. Ну вот, скажем, и о Селиане, понимаете. Там очень много радости жизни, но все-таки жил певчий дрозд – это трагедия. И «Листопад» – очень серьезная картина, и «Стал свет» – очень серьезная картина, хотя сделанная в Африке на французские деньги. То есть, вот, Селиан, он и в Африке грузин. Это грузинская культура. Это вот как у Валерия Попова был в одном рассказе. Мой ближайший друг – умный, симпатичный, печальный грузин Камикадзе. Камикадзе – это фамилия такая, но действительно что-то от Камикадзе в грузинском характере есть. Как это было у Вознесенского. Любимая моя Грузия – жертвенная страна. И Грузия, в общем, довольно трагическое мировоззрение. Как ни страна. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, может быть, с историей такой. А может быть, с грузинским характером. Грузинский характер невеселый. И посмотрите большую часть героев «Витязев в барсовой шкуре». Что они делают? Они плачут большую часть времени. Иногда от счастья, иногда от горя. Но они люди повышенного эмоционального фона. И я очень мало знаю о грузин веселых. Но очень много знаю о грузин депрессивных. И это совпадает с моим мировоззрением. Я жизнерадостных людей терпеть не могу. Чему радоваться? Ну, слушайте, а между карикатурным образом русского, да, такого алкаша, Емелина, Печи, бездельника, тоже ведь есть определенный диссонанс. Понимаете, Россия довольно мрачная страна. Страна вечного холода и жестокой власти, вынужденного конформизма, отчаянного сопротивления, которого не видно. Это очень горькая страна. Любой национальный стереотип очень далек. Стереотип Аргентины, которая вся играет в футбол, а между тем это страна великой литературы. Стереотип Франции, которая лягушатники и любовники, а между тем это родный экзистенциализм литературного. Не Скандинавия, а именно Франция сделала экзистенциализм европейской модой, хотя Киркегор и все дела. То есть я к тому, что ни один национальный стереотип, к сожалению, не является лестным для страны проживания. Поэтому, знаете, грузинские стереотипы еще далеко не худшие. Все-таки страна гостеприимства. Над этим стереотипом лучше всех посмеялся Параджанов, который, конечно, абсолютно грузинский художник по духу. Приезжает в Тарковске в Тбилиси, Параджанов устраивает ему встречу. Стоит стол, засланный роскошной льняной скатерью, стоит серебряный кубок, открытая бутылка хошения. И при появлении Тарковского Параджанов начинает наливать вино в кубок. Льет, льет, оно переливается, льет на скатерк. Тарковский кричит, что вы делаете, Серго, скатерть погубите. Вы выше, чем скатерть. Вот это поставлено правильно. Это точная ирония над этой ситуацией. И потом, конечно, огромное болезненное чувство собственного достоинства. Грузину хамить невозможно. Когда была знаменитая история, когда телевизионный диалог Шевченко и Сванидзе, Сванидзе сказал, что за похвалу в адрес Сталина я могу и в морду. Шевченко сказал, ну давай, вот я хвалю Сталина. И тут же получил в морду. Я тогда вот сказал, что с грузином не проходят такие вещи. Нельзя брать на слабо. Это я потому знаю, что я с грузинкой живу уже 6 лет. И хорошо знаю, когда они это говорят, they mean it. Они это имеют в виду. И поэтому, кстати, мне очень нравится в Катьке ее жесткость, ее черный юмор, ее страшный характер непрощающий. Другая женщина меня бы не вынесла, конечно, и не спасла бы. А во время той истории с отравлением меня спасла имена Катька. Она добилась того, что скорая приела. Скорая не ехала в аэропорт, а она добилась того, что приела. Поэтому мы с вами сейчас и разговариваем. А мне в Украине очень хорошо сказали. Меня там знакомили с одним человеком из СБУ. И он так сказал, очень люблю ваши стихи. И особенно рад, что вас так неудачно отравили. Если бы мы травили, вы бы не вышли. Ну, он так с профессиональной точки зрения оценил провал российских коллег. Очень было приятно. Современное российское общество, безусловно, многоэтажное. Понимаете, оно очень многослойное. Есть процентов 5 искренних путчинистов. Есть процентов 5 искренних оппозиционеров. Есть процентов 90, которые ждут, куда подует ветер. Это инертная очень страна. Она часто обманывалась, поэтому она недоверчива. Это знаете как? Вот мой любимый роман «Дата Туташья». Там же есть два идейных героя. Есть Дата, который, в общем, носит... Который является носителем идей рыцарственности и свободы. Есть муж не из оранзия. Искренний, абсолютно искренний лоялист. Который и гибнет сразу, после того, как гибнет Дата. Они связаны. И есть остальное население, которое любит, так сказать, радоваться жизни. Которое очень уважает Дату Туташья, но не может быть как он. Которое очень уважает чиновников, но никогда им не доверяет и втайне ненавидит. Ну, это же Дата Туташья, там же и говорит, что это мелкие люди, измельчавшие люди. Я один абсолютно. И, кстати говоря, он становится, что весьма символичной жертвой собственного сына. Там все очень хитро сделано. Это вообще очень мощный роман. Я думаю, до конца непонятный даже автору. Столько туда вложено. Понимаете? И когда я смотрю на российскую оппозицию, я понимаю, что это Дата Туташья, которая выглядит абсолютно обреченным. Это в веках его прославят, а сейчас вот. Есть большой процент людей, которые внутренне сопротивляются, которые продолжают хранить культуру. Но культура, как мы знаем, ни от чего и никого не спасает. Культура ведь, там, говорит, вот как же российская культура не остановила агрессию. А культура, она не для этого. Культура же это не цегловой скот. Культура это кошка, которая ходит сама по себе. Вы кошку пахать не заставите. Она не влияет на нравы. Она не спасает от войны. Она не может поднять экономику. Культура делает чудеса. Она выдувает цветные пузыри. Это ее главное занятие. Ну, в общем, в России она продолжает это делать. Другое дело, что, видите, какая тоже забавная штука. Забавная штука. А война и эмиграция всегда дают российской культуре довольно здорового пинка. И она вылезает во внешний мир. Там начинает набираться европейских веяний. Несет в огромной степени свое русское, русскую силу, русское изящество, русское, если угодно, русское отчаяние. Тогда появляются такие фигуры, как Герцан. Ну, вот чем был бы Герцан, если бы он остался в России? А там это отец новой европейской прозы. Потому что былое и думы – это абсолютно великая исповедальная литература, из которой вырос прус. Но этого никто не хочет понимать. Выросла традиция духовной автобиографии. Равным образом, когда Рахманинов и Дягилев поехали в Россию, когда Мережковский и Гиппиус поехали во Францию, это же создало уникальный синтез. Культура, она выигрывает от эмиграции, как ни странно. И Набоков очень выиграл от немецкого, от европейского контекста. И Тургений, всю жизнь живший во Франции, создал французский роман, но и многого набрался у того же Флабера. Это процесс культурного обмена. Я ничего против вот этого массового отъезда не имею. Потому что это, знаете, на что похоже? Народы. Это из утробы русской тебя рождают в холодный мир. Но ведь не родившимся хуже. Сопричастность к Герцену, конечно, останется. А сопричастность к русскому государству, на кой она нужна? Ведь я когда уехал? Я уехал задолго до войны. Я, как только получил приглашение в Корнел, немедленно ему воспользовался. Они были и раньше, но мать была живая. Я не хотел ее оставлять. А когда я остался без матери, я понял, что меня здесь, в общем, ничто особо не удерживает. И самое главное, страх начал в меня проникать. Не страх, а самоцензура. Я начал писать с оглядкой. Я стал оглядываться за левое плечо. Это очень неприятно. А я и до этого придумывал в Москве описать уезжал или в Одессу, или в Кливлин, где у меня есть друзья, или в Калифорнию. Потому что в России просто, я не знаю, давно ли вы там были, но там физически ощущаются какие-то излучатели. Вот они на твой мозг направлены, как у Стругацких, они тебя подавляют. Поэтому печататься можно было еще там, а писать нет. И, соответственно, когда я уехал, и этот страх перестал на меня давить, я перестал сдрагивать от ночных каких-то теней за окнами. Вот я жил в Москве, в центре, в очень комфортном и безопасном месте. И жил в непрерывном страхе. А вы-таки я живу в глухой провинции, в доме, стоящем на отшибе, среди темного леса, и не чувствую страха ни малейшего. Наоборот, какая-то радостная уверенность. Поэтому жить в России сейчас не очень хорошо для душевного здоровья. Поэзия, конечно, формулировала, но она, держалась она привязи, она боялась анализа текущей реальности. Сколько я съела, значит, упреком за то, что я свою музу поставил на службе политики. Так на самом деле поэзия должна говорить о главном. И в это время в России была страшная и самоцензура, и страх разоблачения, и страх называть вещи своими именами в том числе. Поэтому вот тот всплеск невероятный поэтический, который происходит сегодня, он в огромной степени связан с тем, что люди либо уехали, либо перестали стесняться. Зет-поэзия, поэзия, так сказать, агрессивного имперства, она, хотя я не люблю слово имперство, скажем так, ну, агрессивного патриотизма, она перестала стесняться. Маски сброшены, ставки сделаны. А поэзия серьезная, поэзия настоящая, лирическая, получила тоже огромный толчок. Стало видно все, о чем мы догадывались. Болезнь вышла наружу, наружу вышла сыпь вот эта страшная, понимаете? И для меня большое счастье, что я дожил до этой определенности. И, наконец, я могу писать то, что я хочу. Для России характерна для последних 20 лет такая имитация жизни, потому что если начать жить, то события могут пойти быстрее, и Россия просто кончится. Понимаете как? Ну, в России всегда понимали, что ее власть – это очень-очень старый паровоз. Если он поедет на полной скорости, он развалится на ходу. Это очень архаическая структура. Вы не представляете, насколько архаическая. То есть это согласование любого слова, любой глагольной формы, бюрократия, дошедшая до какого-то абсурда, там, запретительство патологическое. Это культура первой четверти 19-го столетия, а мы живем 200 лет спустя. Поэтому присутствовало определенное такое бессознательное торможение. Если мы заговорим в полный голос, у нас лопнут связки. А сейчас, когда Россия убивает себя об стену, беречь уже нечего. И настала такая некоторая свобода. Один подонок даже написал, что, наконец, он дышит чистым воздухом. Легче стало дышать. Как вольно дышится в освобожденном арканаре. Но этот подонок, в общем, по-своему, по-подонски, радуясь, где не надо радоваться, диагностировал совершенно точную ситуацию. Когда маска сброшена, жить легче. Маска мешает целоваться, мешает дышать. То, что хорошая поэзия уходит в язык, ну, как слова Тициана, «Не я пишу стихи, они, как повесть, пишут меня, и жизнеход сопровождает их». То есть, пишу не я, пишут мной. Она формулирует какие-то трудновыражаемые ощущения. Вот и все. Она не должна никого останавливать, ничего менять. В идеале, если она меняет, хорошо, спасибо, но рождена она не для этого. Она рождена для формирования национального мифа. Вот если так. Шевченко пришел, и появился украинский национальный миф. Гоголь пришел, и появился национальный миф. Там, Бажан и так далее. Это если уж брать украинский вариант, потому что, конечно, украинская поэзия очень много сделала, прежде всего, украинка, для формирования национального мифа. Если этого нет, то это уходит в подсознание, и там воспаляется. Как в России. Зачем нужен поэт? Это то зеркало, в которое смотрится страна. Это то зеркало, в котором мы все видим. У него другого зеркала нет. Не социология же, понимаете? Не будем впадать в этот социологический фетишизм, как это назвал Ленин. Потому что цифры, они ничего не дают. Дает дух нации. А дух нации формулирует поэзия, а не статистика. Русская поэзия гораздо рациональнее. Ну как вот это взять? Понимаете, как говорил Заболоцкий после отсидки. Для того, чтобы разговаривать с людьми, мне уже надо выпить ахашень. Того же самого, тяжелого, густого ахашень. Потому что грузинская поэзия гораздо менее рассудочна. Гораздо более ассоциативна, сугестивна в хорошем смысле. Ну, понимаете, там вот только принадошвили. Море мечтает о чем-нибудь махоньком. Вроде как сделаться птичкой калибри. Это я беру пастернаковский перевод. Это очень иррациональная догадка. И очень иррациональное мышление. А это же касается, кстати говоря, вот знаменитой этой поэтессы Тали Пауэ, которая, собственно, вдохновила Акуджаву на грузинскую песню. Она ему принесла стихи. Акуджава знал грузинский, но знал, опять-таки, вот в тех пределах, в каких Катька знает, поговорить на улице. И он почитал и сказал, я недостаточно знаю язык, чтобы вас понимать. Давайте позовем Квлевидзе. А Квлевидзе, он вообще был природный. Он почитал и сказал, я тоже недостаточно знаю. Это выше моего понимания. Это ассоциативная, сложная поэзия, которая растет из корней слов, которая на случайных, казалось бы, поверхностных ассоциациях. Понимаете? Ну, синие иконии Галактиона. Вы же не можете это объяснить. Но вы чувствуете, что это так есть. Или там, я не знаю, ну, русская поэзия пушкинской закваски, она имеет, конечно, своим фундаментом. Просвещение, Вольтера, некоторое рацио. А обратите внимание, что в русской поэзии, ну, у Некрасова, например, всегда присутствует довольно черная ирония. А вы в грузинской поэзии такой иронии с органической почти не найдете. Это вот как... В постели нельзя смеяться. Понимаете? Возбуждение пропадает. Грузинская поэзия – это такое дело в общем служения. И Ешвили как раз всегда вот говорил, что он юмора не понимает. В поэзии не принимает его. Ну, или как, ну, не знаю, знаете, такая книга любовной лирики, книга Дориани, которую приписывали Ешвили, но на самом деле это Бакрадзе. Вот там, там есть момент эротики, но момент абсолютно эротики сакральный. Вот я бы сказал, что грузинская поэзия не улыбчива, как Брюсов. Вот она такая трагически серьезная. Она относится к своему делу именно вот... Если вы в прозе Пшавеллы найдете огромное количество юмора, то в стихах это всегда такая пявческая серьезность, как в фильме «Мольба» у Абуладзе. Вот представить себе, чтобы Абуладзе, например, снял комедию. Ну, ожерелье для моей любимой, и то это не смешно совершенно. Абуладзе – это мольба. Вот это такая статуя. И, кстати, «Древо желаний» – великая абсолютно картина. Такая надрывная, такая трагическая вся в каждом слове. Я помню, как я ее смотрел в Грузии в первый раз, и я не понимал, как возможно вообще с таким мировоззрением жить. Потому что даже эта линия с оплюхой парнем, она имеет некоторые трагические канатезы. Велико было мое удивление, когда я узнал, что Леонидзе – нормальный такой как бы соцреалист. Потому что мне казалось, что ну как вот можно было при советской власти печатать такую прозу? Вот Абуладзе вытащил из него эту странную линию. Или даже, понимаете, вот Думбадзе, которого всегда считали весельчаком. А вы помните эту сцену, значит, в Велико и Ларионе, когда Иларион тоже ослеп на один глаз, и чтобы этого не показать, он все время Иллико подчеркнуто называет одноглазым и все время над этим мастерит, а потом тот к нему подходит и молча обнимает то, что он понял. Или Бижан, например. Да, Бижан – самый смешной герой Думбадзе, который гибнет в конце. Понимаете? Вот помните, этот сумасшедший, одержимый Минадорой, да, такой Дон Кихот. Я помню, что у Думбадзе были куски, там, над которыми я ржал в голос, типа там, серпион разрешился поросен. В последнее время, прямо скажем, не нравится мне его моча. А раньше была хорошая, а раньше была изумительная. Но в целом, Думбадзе – писатель довольно трагический. Вот как ни странно, потому что все… А, кукарача, какая трагическая вещь про этого мента. Ну, все время, когда читаешь, смешно, а остаешься с таким послевкусием, что как бы не удавиться. Это действительно очень тоже в характере грузина, который может притворяться сколь угодно веселым, но это для того, чтобы не огорчить окружающих. Вот так бы я сказал. Я ни у кого еще, во всяком случае, не читал, что грузинская поэзия с ее пафосом чуждается иронией. Более того, что ирония в Грузии, как у Блока, например, почитается за признак деградации, потому что Грузия живет всерьез. Понимаете, и большинство грузинских поэтов жили недолго. Ой, страшную вещь я скажу. Понимаете, Сталин очень хотел быть поэтом. И как вы знаете, у хрестоматию Д.Д.Н. даже попалось стихотворение «Утро». И вот сталинское неумение подшутить над собой его такой юмор-висельника, но другими может, а себя воспринимает трагически серьезно. Это в общем, если бы он стал священником, как считала мама, было бы лучше. У него характер и темперамент священника в русской власти уместнее человек с юмором или, по крайней мере, с иронией. Я надеюсь, такой человек когда-нибудь там появится. Потому что что хорошо для поэта, то для руководителя не всегда хорошо. В перспективе, кстати, Сталин мог бы стать поэтом. У него было какое-то... Ну, слишком он был, конечно, кровожаден и закомплексован. Но если бы вовремя он пошел по литературному пути, может быть, друзья и коллеги как-то смогли бы на него повлиять. Может быть, обошлось бы. Говорил же Тициан Табидзе, что по-настоящему воспитывают друг друга могут только поэты, а не беспощадны к чужим стихам. Вот он говорил Пастернаку, вы все меня хвалите, Борис, а не надо. Поэты должны быть беспощадны. И все, мне, знаете, очень нравится вот это, кстати, к вопросу об отношении России к Грузии. А Грузин же действительно считает как-то неприличным, плохо выглядит. Для него действительно важно плюсти форму. Отсюда вот этот культ формы, культ изящества. И вот Нита Табидзе, на руках у которой, собственно, умер Пастернак, в один из дней его предсмертной болезни приходит и говорит, ну вот, видите, я новую прическу сделала, и вы, Боря, выглядите сегодня гораздо лучше. А что она? Нет, Нита, и мне плохо, и вы не лучше. Вот это умение иногда правду сказать. Это очень важно. Тем более, что Пастернак держался великолепно, но с ней он мог себе позволить быть откровенным. И, кстати говоря, то, что она приехала и сидела у его постели, это тоже, понимаете, очень правильный жест, потому что между ними было гораздо больше родства и сходства, чем между обычной родной покровью. Потому что как только Пастернак вошел в квартиру Табидзе в 30-м, кажется, году или в 31-м и сказал, будем друзьями, она сказала, я сразу поняла, что это будет так, что это не ритуальная формула, что это вошел человек, который станет частью моей жизни. И у него действительно был во многом грузинский характер и темперамент, и он как раз он очень не любил вот этого культа застолья, который он называл пытка коньяком, но он любил разговоры, потому что он говорит, я разговаривать могу сейчас вот с этими двумя, с Паула и с Тецаном, все остальные вообще не понимают, что я хочу сказать. Грузинская поэзия тоже очень почвенная. Во-вторых, Рубцову присуще все время трагическое предчувствие собственной гибели. И он такой же, знаете, такой же, как Важа Пшавелла, он такой вечно неустроенный, всегда квартиры нет, жилья нет, работы нет. И отношение Рубцова к женщине, такое тоже жертвенное, и отношение его к родине. Вот, как бы, что бы сформулировать? Тихая моя родина, его река Соловьи, мать моя здесь похоронена в детские годы мои. Тихо проехали жители, тихо, скажем, вот обоз. Вот это немножечко такая... Дело в том, что Грузия, ведь она действительно очень почвенная. Она в огромной степени когтями вцепляется вот в эту маленькую землю. Поэтому это только должен быть поэт трагического мировоззрения, патриотического направления и довольно высокой культуры стиха. В огромной степени Чухонцев, который тоже ведь очень почвенный. При этом он не антикультурный, он не, так сказать, не сусальный. Но Чухонцев и его стихотворение Махарабели, знаете, да? Что-то давно мы вместе... А по морозцу вышло к колодцу, ты моя радость, Махарабель. Кто это в белом там у постели? Даже ритм его грузинский. Да, наверное, Чухонцев. Гениальный поэт абсолютно. Это Акуджаве посвящено. Акуджаве, кстати, грузин только в одном отношении. Он говорил, что во мне грузинского, я люблю роскошную праздность, я чудолюбивый отец. Но если серьезно, то самое грузинское, что в нем было, это такая, ну вот, культ изящества, конечно, потому что песня должна быть простая и короткая. И еще, вот он мне однажды сказал, вот единственная моя по-настоящему грузинская черта. Я люблю хорошо заваренный чай, а если он плохо заварен, я лучше буду пить воду. Вот это прекрасная грузинская гордыня, которая, если вещь сделана плохо, пусть ее лучше не будет. Это у него очень было в характере. Он вообще был очень грузин. И Ольга вспоминает, что он мог иногда человеку что-то такое на ухо шепнуть, что тот сразу начинал хорошо себя вести. Как? Это совершенно непонятно. Но если в присутствии Акуджавы хамили, то было понятно, что он поставит на место очень быстро. Но вообще он был настоящий кавказец, любил эту славанскую шапочку, в ней ходил всегда. Россия серьезно относится ко всему, что есть вопрос жизни и смерти. Грузинская культура вопрос жизни и смерти. То есть если у Грузии не будет культуры, не будет Грузии. Это же касается Армении. Вот скажем, Паруерсевак, например, это поэт, для которого соврать значило погибнуть. Или там Гранд Матевосян, человек, для которого тоже это было служение. А не очень большая территориальная, не очень многочисленная страна, которая на пересечении многих направлений, на границе Европы и Передней Азии. То есть мы все знаем, что Грузия Европа, но значительную часть принадлежит Передней Азии. Она находится в конфликте. И вот в этих условиях поэзия становится таким резондатор, таким обоснованием жизни. Если бы не было грузинской поэзии, грузинской культуры не было бы тоже. И если бы не было грузинского кинематографа, национальный характер не существовал бы. Понимаете, именно поэтому для Параджанова, например, снимать так, как я хочу или не снимать вовсе. Вот когда ему не дают снимать, он сворачивает картину, как он свернул киевские фрески. А если надо снять, то я снимаю цвет гранаты. Ему говорят, ну это никто не понимает. Хорошо, пусть ничего никто не понимает. Я снимаю так, потому что я так хочу. Вот это воля художника, который понимает, что отступая от этой воли, он уничтожает себя. А это очень правильная вещь. Вы знаете, Думбадзе не смог сначала по-русски напечатать белые флаги. Белые флаги вышли по-грузински. Кстати говоря, первая книга, где масштаб коррупции в грузинском обществе был представлен наглядно. Книга, действия которой происходят в тюрьме. И тем не менее, белые флаги он сумел и написать, и напечатать. И прекрасно понимаю, что он поссорится с властями. Я думаю, что Думбадзе он потому и помер так рано, что он видел, куда все катится. И в законе вечности это очень видно. Книга обреченная абсолютно. Если белые флаги происходят в тюряге, то это происходит в больнице. И он чувствовал, что Бачан Ромишвили обречен. А я думаю, что Грузия потому такую роль играет в России, что Россия умеет ценить серьезное, смертельно серьезное отношение к своей культуре. Сама она действительно довольно цинично. Там прообраз, говорят, годится сумалинца, не годится горшки покрывать. Но она умеет уважать серьезное отношение к языку. Это важно. А знаете, с грузинами в эти игры не очень поиграешь. Как-то это отношение старшего брата, оно скорее в России к собственно российским, входящим в Российскую Федерацию народом. А вот в Грузии нет такого отношения. Куджава считал самым большим комплиментом про него, кто-то сказал, с ним не пообедаешь. Панибратство не проходит. Не проходит. И опять-таки я это знаю по-каське, потому что более самолюбивого человека, не самовлюбленного, а более самолюбивого я не видел никогда. То есть, если она с чем-то не справляется, она башку в кровь разобьет, но она справится. Это это от отца, конечно, такого. Тесть же сейчас здесь, я его регулярно наблюдаю, он уже почти смирился с моим существованием. Он очень добрый и малый вообще, но я вижу у него все время этот кремень, и я с ним за Панибрата никогда не буду. Я понимаю, что это, знаете, всегда немножко отношение Мцири с Барсом. То есть, ты можешь, конечно, так сказать, в критические ситуации воткнуть и там два раза повернуть, но он себя тоже так потрепляет, что лучше не приближайся. Это серьезная штука. Ведь обратите внимание, Россию русского поэта всегда на Кавказ тянуло, потому что, вот здесь важную вещь я скажу, потому что здесь он может в беспримесном виде найти честь. И поэтому Лермонтова тянуло сюда. Поэтому вообще мы все кавказские пленники в известном смысле, потому что здесь все, что для нас священно, уважаемо. А в России нет. А здесь да. Вот Искандер мне говорил, что грузинское общество по-настоящему архаично. Здесь по-настоящему ценятся слова. За слова можно ответить. И хотя сам Искандер даже не абхазец, а перс, то есть человек тоже немного со стороны глядящий на эту культуру, но Искандер говорил, что Грузия это место, где слово значит. И это очень важно. Вот не под запись, конечно, если бы я сейчас говорил, я бы вам некоторые искандеровские забавные центаты бы привел, но не буду. Он очень много говорил о национальном характере и довольно жестко. Он имел право бы, создатель эпоса, имел право на это. Но, понимаете, вот Сандро Исчегема это тоже довольно жесткая книга. Там о национальном характере много сказано такого, что чужак не позволил бы себе. Но, тем не менее, это все-таки в основе всего этого лежит уважение к архаике. Высокое уважение к архаике. Вот вспомните рассказ Искандера «Бригадирки Зым». Я думаю, что это единственная национальная утопия настоящего. утопия, которая была в СССР создана. Потому что это сильный, счастливый человек на своей земле. Помните сцену, когда он режет гнойник у коровы? Это потрясающе. Или когда он идет домой и сам с собой разговаривает с пьяной. Это серьезный человек у себя дома. Я обожаю эту вещь просто. И Искандер мне очень дорого, что он мне одну свою книгу написал с братскими чувствами. Вот это мне дорого весьма. И я знаю, что ни один настоящий грузин никогда не скажет молчи женщина. И никогда на свою жену не повысит голоса. И не только потому, что это не рыцарственно, а прежде всего потому, что с грузинской женщиной это сделать невозможно. Я в прежних своих браках иногда вел себя очень дурно. А в этом браке я довольно шелковый. И это не от возраста, а потому, что я попал в ежевые рукавицы сильно любящего меня человека. Сильно любящего, но не позволяющего мне ни малейшего отступничества. Ну, например, у меня был один приятель, человек довольно влиятельный, мы с ним разругались, а потом он захотел мириться. И меня позвал. Я, в общем, уже готов был по мягкотелости своему. И Катька сказала, железно, что ты не поедешь к нему. И я понял, что я не поеду к нему. Хотя она младше меня на 30 лет. Не могу я спорить с ней. У нее рога длиннее. Помните? Ну, у нее, слава богу, не рога, у нее язык длиннее, у нее воля сильнее. Вот так бы я сказал. Страх перед Америкой, который присущ очень России, это страх объяснимый. Это страх общества, которое отказано. Если Бога нет, то какой же я штабс-капитан? А если идти совсем дальше и договаривать эту фразу, если Бога нет, то Бог я. И это уже Ницше. Человек, который переступает через условности, это довольно страшное явление. Довольно страшное. Я не предвижу, что 21 век будет мирным. Это будет век и фемицида, и массовых убийств. Понимаете, когда там, скажем, воюют хуту и туццы, это происходит не где-то там в Руанде. Это происходит сейчас в мире, цивилизованном, вполне прогрессивном мире. И не нужно думать, что это архаическая Африка. Это человек 20 века. Вот он такой. Это опасное, страшное животное. А этим людям стало можно. Им сказали можно. И это вышло наружу. То, что произошло в Буче. Это очень страшное явление. Понимаете, вот Зеленский после Буча, это совсем другой Зеленский. Он пеплом присыпан. Это наружу пошли пещерные инстинкты. Да, это явление абсолютно той же природы. И война это выпустила. Человек вообще, когда он не сдержан такой советской прогрессивной риторикой, человек на постсоветском пространстве, советская власть была как старенькая училка. Глупая, наивная, но она пыталась держать хулиганов задней парты. Но ее прогнали, выгнали на пенсию. Хулиганы задней парты показали себя. Они и в Карабахе себя показали. Они и в Буче себя показали. Они и в Оше показывают себя регулярно. Мы после советской власти лучше не стали. Очень сильно сомневаюсь в том, что культура способна остановить, например, пещерный национализм. Она может его перевести в другой регистр. Она может, ну, как случилось в Грузии, сделать из него великий национальный эпос. Чавчавадзе это, безусловно, националист. Но националист культурный. Разговоров нет. Его святым сделали не просто так, он канонизирован. Но, в принципе, культура ничего не может сделать с деструктивным действием. Перевести это в план создания мифа, может быть, но остановить не думаю. Что, немецкая культура была хуже русской, что она остановила кого-то. Наоборот, львиная доля немецкой культуры побежала на сторону нацизма. Хайдегер был правее Гитлера. Ну, что мы говорим? К сожалению, для культуры абсолютизм всегда очень соблазнительный. Культура имеет дело с абсолютами, культура имеет дело с иерархиями. Поэтому нам всегда обезает власть. Это нормальное явление, когда Константин Леонтьев колотил извозчика за то, что тот выргул полицейскую. Как ты смеешь! Да, вот такая вещь. А что я как художник могу сделать, чтобы восстановить Бучу? Только показать этому человеку его со стороны. Я знаю в литературе одну такую попытку. Это Роман Адамовича изнутри. Но это белорусская культура, еще более сакральная, еще более серьезная, чем грузинская. Вот Адамович может быть, да. Но и то читать Карателей на трезвую голову совершенно невозможно. Вот это такое жестокое чтение, что мать моя женщина. Других, ну, даже Алексеевич по сравнению с ним, это очень разведенный спирт. Я помню, когда Карателей напечатали в Дружбе народу в 82-м купил на журфаке, куда ходил в школу юного журналиста, в киоске, и помню, что просто было полное ощущение, что я обжег глотку. Это было невыносимо. Но это работало. Человек, прочитавший Карателей, по крайней мере, от чего-то застрахован.